Либо-либо Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет». Это отрывок публичного выступления Генри Фреско-Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил. Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру, даже если наш отец вдруг скажет, что «не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает», мы ответим «Пап, ты шутишь?» «Конечно, мы хотим быть с тобой. И неважно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент. В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсёстры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтёры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, ещё есть родственники. И вот Генри Фреско-Вайз заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в палеотивную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Палеотивным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо ещё найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско-Вайс придумал новую профессию – end of life doula или doula смерти. С древнегреческого doula – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия doula-рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с doula-ми рождения, doula-смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все палеотивные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско-Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association или Международную ассоциацию doula смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end of life doula со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался. Привет! Меня зовут Лена Чеснокова. Я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наши отношения к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, почему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам. В какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доулах смерти? Это было… Ты прочитала статью? Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет, о, Господи. Я пишу, что, Господи, это же так круто звучит. Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот миддл-класс жизни в Москве, который не подразумевает такого резкого какого-то перехода. Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Калмановским, шестер детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти. Вот, я когда читала Анну Каренину, то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как, изумительно, Китти ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не призывал у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. Я помню, что я себя ловила на самых... Вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит, чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю, я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Мама говорит, ну все-таки. Я говорю, может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит, что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит, ну хорошо, давай свое похоронное агентство. Ну так да, конечно. И тут я ей говорю, а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит, давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться, и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил. Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско-Вайз. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти 700 долларов. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты палиативной сферы. У Саши есть психологическое образование, но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доулу смерти? Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье. Ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельный болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого. О том, чтобы вещи были постираны. Вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире. Как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А ещё у тебя есть другой друг. Или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще. Ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А ещё у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которую можно в любой момент написать и посоветоваться. Получается, что до улы смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг её обязанностей очень широкий. Причём Саша на описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию фреско-вайз. На практике функции дол часто размываются, но об этом чуть позже. Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во всё это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. Если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче. Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат до улы смерти от Инелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит ещё около 300 долларов. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением доу занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так постепенно, по крупицам, Саша сложила своё представление о компетенциях, которыми должна обладать доула. Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доула, но нет лицензирования. В этом смысле доула и, может быть, кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться… Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы всё, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя, ты там не решаешь своих проблем, ты не повышаешь свою оценку, ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так, то тогда из этого, по-моему, следует всё остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные ещё вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж. Кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доула тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам. Я смотрю на сестёр палеотивных. Они фантастические. И они очень разные. И в том числе, я не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я творила и думала, вот интересно. А если... Мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят. То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент всё равно. Но дальше я посмотрела на сестру в киджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь. И это главный хардскил, что ты нейтрален, максимально нейтрален? Ну, этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить. Он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, всё-таки это главный хардскил. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными. Например? Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как люди хотят и не хотят умирать, и что унижают человеческое достоинство, а что не унижают. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли, хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело со своей собственной смертностью. Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в её истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сонверс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы ещё живы» про палеотивную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Палеотивные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с ещё одной выпускницей Инелда. Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнёров. И у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придётся это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия. Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года. После начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти. По образованию я финансист. Я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающей практике вообще был через эзотерику. Я много лет работала торологом. У меня была большая школа, у нас сотни выпускников. И постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное, и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это когда что-то тяжёлое. То есть когда клиент пришёл, совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всей работы с энергией от коренных народов, и потом уже в долгство смерти. Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощённо, первое — это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе — это философское течение, согласно которому сознание — единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит. Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо он сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моём опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение определённой традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю своё мнение, но оно у меня есть. Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно? Я верю в реинкарнацию, и я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая — личность, которая заканчивает своё существование, но есть наш дух или атман, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться. Это когда они заканчиваются? Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается либо просветлением, либо выходом в нирвану. Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и всё, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго, но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считался шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная, секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожникам за миллион рублей. А Марго так не делает. Главное — найти свою доулу смерти. Как вас находят клиенты обычно? В основном это соцсети. У меня есть два инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм «Доульский» и у меня есть инстаграм, который посвящён моей работе с соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю, когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Но первая фраза обычно — я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы ещё выясняем, а реально ли человеку ко мне или ему нужен либо другая доула, либо психотерапевт, либо ещё кто-то. Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доула чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 23-м году в России в хосписной помощи нуждались миллион двести человек, а получила её только половина. Любая, мне кажется, адекватная доула, если у неё спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающей или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доула смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доула. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Ну, это люди, не знаю, 20+, от 20 до 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это всё фигня, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доула речи не идёт. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах. Но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет всё хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше. В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрёт. Что не принято на Западе. В НЛД и других похожих организациях работу доула смерти очень чётко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А ещё в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувства безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно. Пять раз по два часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы. Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии. 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти. Иногда бывают тренинги какие-то, проводятся либо однодневные, либо на уикенд. Есть ли какая-то фиксированная цена? Сейчас моя цена за час консультации доулска – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же, там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это всё будет сильно зависеть. У меня всегда в работе хотя бы один кейс. Есть пробона бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнёр наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря. На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ. На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдёте способ, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в свои основные работы. Учается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это в основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдёт, кто-то не найдёт. Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространённая история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Её вместе с коллегами создала Саша Лея Одина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛД. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже три потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я всё это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А ещё в Тбилиси, между поездками в Лондон, живёт Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живёт. А ещё в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варю Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искажённое восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доула смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей. На самом деле, сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с палеоативной помощью всё ещё хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини. И один детский хоспис, который не очень идёт на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное. Варе сорок, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтёрила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах. В общем, везде, где можно. Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было 15 лет, я начинала волонтёрить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное. То есть, как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле, субъектности ноль наблюдалось. Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтёрства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьёрка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось ещё образование доула смерти в американской организации Life Spent Dollars. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты. Как у доула, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется, важным сейчас, ну, и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет, как вообще-то себе это видишь. И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас, что ты знаешь, что у тебя есть план, ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы, ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам, и твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, о чем вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа, Мойшу на мою похорону, на мои не звать. Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знаю, дофольствие от похорон я не получу. Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, а тебе вообще ничего не важно, ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дело не будет, плевать на банки. Доступы и осуществить. Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет. Всем ли нужна доула смерть? Нет. Да куча людей, на самом деле, доула не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать, или просто вообще не хотят об этом думать, и имеют полное право на это. Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс только через мой труп. Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через три недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть, всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доула смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия. Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по зуму им прочитать его. Это моё послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушёл, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать. Как видите, сегодня доула смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско-Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии очевидна часть всё того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом её забрали себе государства и бизнесы, а теперь доула смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доула проводят курсы по переживанию утраты Родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доула смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в фейсбуке антрополога Сергея Мохова. Доула смерти облюбовали мой аккаунт как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и палеотивщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать, а умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится. Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис. Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон, тогда и... Вот, я подумала, нет, ну, так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прямо самое колыбелье. Они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги. То есть это была платная стажировка, за которую платила ты? За которую платила я, да. Поработав в хосписе две недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки. Уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой палеотивных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на долу смерти, ее засыпали вопросами. Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслими человеческими врожденными качествами окружают тебя, говорят, расскажи, расскажи, расскажи. Мы слышали, что это такое. Ой-ой, нам это очень-очень нужно. Давай уже приезжаем и все сделаем. Вот. И поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник. Еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных. Но это... Я понимаю, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое счастье-несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание. И вот спустя почти два года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доула. Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте. Ужасно трогательная мне. Некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка «Не пропусти, подавайся» и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов, это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата, примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживаю эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить. Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса только через мой труп. Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении до смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст в студии Либо-Либо. Он называется «Любить нельзя воспитывать» и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах? И так далее. А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова семилетнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании. Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non Objective. Если вам нравится вопрос времени, то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи. Привет. Это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться, в том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Бусти и Патреон. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо. Продолжение следует...